Добрый день, коллеги! В данном видео мы продемонстрируем, как использовать виброскребок-скрабер от компании Aheadway по всей поверхности бедер. Для начала следует подготовить кадры. Предварительно можете их слегка размять руками и нанести крем, вазелин, либо оливковое масло. Поскольку принципы работы со скрабером совпадают с принципами классического массажа, вся проработка тканей, будь то сзади на хамстрингах, будь то сбоку на или тибиальном тракте, или спереди на четырехглавой мышце, будет направлена на улучшение циркуляции и будет прорабатываться по направлению к ближайшему лимфатическому узлу, который в данном случае находится в районе паха. Скрабер имеет три режима температуры – 40, 45 и 50 градусов. Поэтому в процессе проработки тканей, по мере прохождения в глубину ткани, вы можете регулировать также и температуру поверхности скрабера. Степень давления на скрабер, а также температуру его поверхности, постоянно согласовываете с пациентом. Это не должно вызывать у него сильных болей. Также в процессе работы остерегайтесь проявления петехи и гематом на коже пациента. Это будет свидетельствовать о том, что вы пробрались достаточно глубоко в ткани и нанесли травму. Вибрация скрабера имеет свой режим работы. И работает короткими фазами. Также стоит учесть, что она автоматически отключается при потере контакта скрабера с вашими руками. А также при позиционировании скрабера в горизонтальной плоскости. Инструмент идеально подходит специалистам, стоящих на больших потоках, с большим количеством пациентов в течение дня. Что касается самих пациентов, то это, как правило, пациенты с миофасциальными болевыми синдромами, гипертонусами мышц, а также разного рода триггерными точками. Особенно ценным помощником инструмент будет у специалистов антицеллюлитного массажа, где он может быть использован без ограничения по времени. Зарядки скрабера хватает на два полных часа работы. После работы рекомендуется использовать спиртовые салфетки для того, чтобы продезинфицировать поверхность инструмента. Важно заметить, что на передней и задней поверхности бедра мы стараемся работать на нескольких уровнях. В расслабленном состоянии, в растянутом состоянии и в динамике, постепенно проходя вглубь тканей. Работа со скрабером не является каким-то отдельным видом монотерапии, и поэтому прекрасно комбинируется с другими видами воздействия на ткани. Будь то ЛФК, будь то классический массаж, или будь то какие-то другие виды физикальной терапии. После того, как вы проработали ткани, уделите 1-2-3 минутки простому лимфодренажному массажу, и готово. С вами был Коломитц Павел. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...